Продолжение следует 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 Всех учили баджанами, чтобы никто не думал, что только люди высокого рождения или люди низкого рождения могут делать баджанами. Почему? Потому что джива по природе, любая джива, дживирасвурпа, хая Кришна нитедас, вечный слога Хузанка Кришны. Вы можете быть... Ханаман — это обезьяна, но услуга храмы. Если какая-то обезьяна зайдет к вам в дом, она сделает ее нечистым, и придется мыть дом с навозом. И Бибишин, Шабри, и еще кто-то тоже были обезьянами. Прохват Мухарайш, он в Раджа Гоппи, они тоже родились в семьях пастухов. Поэтому он послал двух личностей — и Нитянанду, и Харидасы. И таким образом дал всем понять, что для баджана квалифицирован любой. Любой может прийти на духовный ход. Это одна причина. А вторая причина — почему он послал Нитянанду праву и Харидасы. Вторая причина — Махаправу. Он говорил Нитянанду праву. Кто такой Нитянанду праву? Нитянанду праву — он изначальный гуру. Наша гуру Пара-пара спускается с Нитянанда праву, она начинается с Нитянанда праву, пришла из Нитянанда праву. Он изначальный гуру Тадова. И он дал всем учение. Если кто-то хочет духовной жизни, они обязательно должны принять гуру Дева. Без гуру Дева они не смогут достичь своей цели, нашей цели. Поэтому он послал Нитянанда праву, чтобы все приняли прибежища гуру Дева. И он также послал Харидасы от Хахара. Почему с ним был Харидасы от Хахара? Вторая причина — ты принимаешь гуру Дева, но гуру Дев, он что-то там либо может научить, либо не может научить чему-то. Он учит нас повторять Харинам, и прежде всего вы должны принять. Так же, как Харидас Тхакур — Святое Имя. Махапрабху... Кто такой Харидас Тхакур? Он — Нама Ачария. Махапрабху дал ему этот титул. Он — Нама Ачария, Ачария Святого Имени. И в эту Кали-югу, если кто-то хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, он что должен делать? Он должен повторять Святое Имя. Почему Харидас Тхакур? Потому что с гуру Дев дает Святое Имя. И Харидас Тхакур Нама Ачария, он, не знаю, то ли повторяет Святое Имя, то ли он тоже дает. Нитяна-да-праву означает «гуру Дев», поэтому он послал двух личностей. Нитяна-да-праву и Харидас Тхакур, тот, кто, наверное, принял Святое Имя и повторяет его. Римана-да-праву Кидзо. Это вторая причина, почему он послал Нитяна-да-праву и Харидас Тхакура. А какая третья причина этому? Он послал Нитяна-да-праву и Харидас Тхакура. Кто такой Нитяна-да-праву? Еще раз. Нитяна-да-праву, Сангкаршана, Карана Шай, Гарбута Шай и так далее. Нитяна-да-праву, он необычная личность. Он инкарнация Каранда Шай, Гарбута Шай, Кширы Дак Шай. Все они исходят из него. Все изошло из Нитяна-да-праву, он изначальный источник всего. Кто такой Харидас Тхакур? Харидас Тхакур, он Брама. Он Брама. И он принял сейчас рождение как Харидас Тхакур. Он сотворил этот материальный мир. И также Нитяна-да-праву, он сотворил всю эту Вселенную и все миры. Поэтому они творцы оба. Как если мама хочет воспитать хорошего ребенка, она должна соблюдать кое-какие обязанности, она должна быть целомудренной, там, правилам следовать, что Нитяна-да и Харидас Тхакур, они оба творцы. И у них тоже есть обязанности соблюдать чего-то, поддерживать мир, поддерживать жизнь. Как только тем, чтобы кормить себя, нет. Жизнь поддерживает Святое Имя. Святое Имя. Если вы поддерживаете себя Святым Именем, тогда вы можете уйти из этого материального мира и добраться до Бриндавана. Поэтому Он послал этих двух Личностей и сказал, что у вас обязанность, как у Творцов, поддерживать и кормить все ваше творение. Поэтому идите и всем говорите, Харе Кришна, Харе Кришна. Это третья причина. Нитяна-да Прабу и Читания Маха Прабу. Это четвертая причина в том, что Он послал их просить какой-то пожертвенный. Кто-то просит, кто-то является попрошайкой бедной. Бедные, они идут от двери к двери и просят, но они не бедные. Нитяна-да Прабу — это Баладев. Баладев, он необычная Личность. Он Ананта-Шишая. Он необычная Личность. И также вторая Личность — Харидас-Такур. Он сам Брама. Он также необычная Личность. И когда кто-то... Тот, кто дает, его руки подняты, а тот, кто принимает, его руки как бы вот так снизу. И они оба необычные Личности. Они оба возвышенные. Один Брама, другой Шри Баладев, Браву. И оба, они пошли от двери к двери, и они просили. Это что означает? И о чем они просили? Некоторые попрошайки просят. Рис дал еще что-то. Но они этого не просили. Они оба богатые. Они не идут к дверям просто просить обычные материальные вещи или материальные вещи. Они хотят попросить какие-то трансцендентные вещи, духовные вещи. Какие вещи? Это вот это вот. Харе Кришна. И чтобы все другие приняли от них святое имя. Махапарабу поэтому сказал, он дал им наставление Бола Кришна, Баджа Кришна, Кора Кришна, Шипша. Вот они просили об этих трех вещах. Одна вещь Бола Кришна. Если вы скажете, что-то хотите сказать, то говорите Харе Кришну. Паубат говорил, если вы будете повторять эту Харе Кришну Махаматру, что произойдет? Если кто-то повторяет святое имя, будет восемь вещей происходить. Вот эти вот, чета дар панамар джанам и так далее. И Паубат сказал, если кто-то повторяет это святое имя, в один из песней говорится по этому поводу, вот этот стих. Если кто-то повторяет святое имя, если кто-то принимает эту любовь, посвящая свою душу и тело, наверное, повторению святое имя, если кто-то сделает это святое имя своей жизнью и душой, тогда и вам, брата, что будет? Имя будет вашим прия, очень дорогим для вас. Как в жизни Махапрабху, он повторял эту Махамантру. Но есть другие сампродаи, Шри сампродаи, там они повторяют имена Лакшмина Райны. Еще в какой-то там сампродаи, что-то другое повторяют. Но в нашей сампродаи, наше самое дорогое имя, это вот Харе Кришна Махамантра, когда вы повторяете эти святое имена. Прежде всего приходит Анурага. Но иногда у вас нету вкуса повторять святое имя. Почему? Потому что у вас есть плохая карма. И святое имя очень сладкое, но у вас болезнь. Болезнь. Поэтому вы не можете почувствовать вкус святое имени. Ануру Багасвами, что он говорит? Вот этот стих. Прежде всего, когда вы повторяете святое имя, у вас нету вкуса. Но постепенно, повторяя, 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 не обращая на это внимания, вкус придет к вам. Сначала придет у вас Джата Анурага. Сначала придет Анурага. И когда эта Анурага постепенно, повторяя святое имя, тогда ваше сердце постепенно будет таять. Сердце будет таять. И когда оно будет таять, тогда... Иногда Садак начинает смеяться, когда его сердце тает. Просто так, беспричинно. Почему он смеется? Ты повторяешь это имя, и постепенно Анаргхи уходят. И Нистха, Ручья, Сакти постепенно развиваются в сердце. И все сладкие игры Кришны, они проявляются у вас в сердце. И вы видите замечательные сладкие игры Кришны. Видя эти сладкие Кришны, вы начинаете смеяться. В Пишонах Чакхавархи Тхакур он сказал, «Почему? Почему ты смеешься? Почему он смеется? Кришна отправляется... Кришна отправляется во врач. Я одна гопи спряталась в углу своего дома. И она думает, сейчас Кришна придет воровать масло, я его схвачу, и... Что-то будет с ним. Кришна, он зашел, посмотрел по сторонам, он смотрит, никого нету. Постепенно он залез в дом и взял масло и начал пытаться есть. А гопи ничего не говорила. Когда Кришна съел это масло, тогда гопи, она попробовала схватить Кришну. Она схватила Кришну, и Кришна начал убегать. Когда Кришна побежал, и когда в сердце Саддака проявляется эта игра, Кришна начинает смеяться. О, Кришна — это верховная Личность Бога. Верховная Личность Бога. Но он боится какой-то врача гопи. И тогда он начинает смеяться над этим. Иногда он так же плачет. Почему он плачет? Когда в его сердце иногда... А, эти сладкие игры пропадают у него в сердце, тогда он чувствует разлуку с Кришной и начинает плакать. Иногда он начинает танцевать. Почему он начинает танцевать? Потому что... Когда Кришна исчезает, он чувствует разлуку и плачет. А когда Кришна дает снова ему дарши, тогда он начинает танцевать. И тогда он полностью забывает это тело. Если кто-то... Поэтому он, повторяя Святое Имя, полностью все забывает. Он иногда плачет, иногда смеется, иногда танцует, иногда катается. Все восемь, а что сатвика векарь проявляется в нем. Поэтому в читании Махабру послал Нитянанду и Харидаса от двери к двери и попросил просить всех повторять вот эти Святое Имя. Это Святое Имя, оно может исполнить все наши желания. Это Святое Имя, оно дает нам, Кришна, прием. Это приказ Махапрабу, не только Нитянанды Прабу Харидаса Акура. Как Махапрабу сказал, Сарватра. И Махапрабу сказал, проповедуйте не только в Индии. Махапрабу, он сказал Сарватра, он знал, что когда-то придет время, как что не только в Индии, а по всему святому миру будут повторять. Все захотят повторять это Святое Имя. Теперь вы посмотрите. Столько много людей из Америки, России, Лондона, Франции, Германии. И все преданные, они тут собрались и повторяют Святое Имя. Мои классы заканчивают здесь, при Приманаде Прабуджи говорит, по 10 минут еще порасскажи. Вечером? Я вечером буду еще говорить про Музу, не знаю, еще 10 минут. Я уже завершил свою катху, Попрабуджи говорит, катха никогда не заканчивается. Если кто-то хочет бесстрашия, все боятся. Если кто-то хочет бесстрашия, тогда что вам нужно делать? Вам говорится, нужно делать... Нужно делать три вещи. Нужно слушать Хари-катху, повторять Святое Имя и пометовать Господа Кришну. Поэтому вы слушаете Хари-катху и смартавия, вспомнить Кришну. Помните эту катху. Шридови Шванатхача Краварти Тахура в комментариях говорит, что сначала Шраван, потом Киртан, потом Смаран. Но Киртан, он поставил посередине, Киртан поставил посередине. Вопрос может возникнуть. Почему он поставил Киртан в середину? Какова причина? Причина такая, что Киртан, он более возвышен, чем Шраван и Смаран. Почему же он поставил его? Если он это делает Киртан, то что происходит? Происходят три вещи. Три вещи. Вы повторяете Святое Имя, что происходит, когда вы повторяете Харея Кришна, Харея Кришна. Кришна Кришна, Харея Кришна, Харея Пхарея Прамам, Харе Пхаре Рей. Вы повторяете, когда вы говорите, повторяете, вы также слушаете и помните. Поэтому Киртан, он более возвышенный. И Киртан, он выше, чем Шраван и Смаран, как Вишну Махарашу. Сидит между мной и ними, и он может слышать и меня, и их. И также Киртан, он... И Шраван и Смаран, он зависит от Киртана. Поэтому Киртан посередине. Это, ну, как бы они держатся. Киртан более возвышен, чем Шраван и Смаран. Шрила Вишнанадхар Чакруатикан Кур говорит, также вы сейчас сидите здесь, вы слушаете Харикатку. Если кто-то придёт сюда и возьмёт Киртан, и возьмёт Киртан и начинает громко метить. Если кто-то громко начнёт повторять это святое имя, вы не сможете слушать ничего. И вы скажете, о, ты слушай Харикатку, почему ты громко так повторяешь? Слушание Харикатхи могущественно, но сила Киртана ещё большая, оно прерывает Шраван. Если вы что-то думаете, не то, если кто-то вдруг начинает повторять, вы не сможете помнить. Почему? Вы не сможете пометовать, что вы помнили до этого. Вы не сможете помнить. Вы не сможете помнить. Этот Киртан, он настолько сильный, он прерывает даже по вашим пометованиям и Шраванам слушаниям. Среди всех Анг-бактик самое сильное – это Киртанам. Если кто-то даже ленивый, и кто-то приходит к этому ленивому и начинает громко повторять, или петь Харинам, тогда эта леность уходит. Шраван и Смаран более могущественны, чем все остальные Анги и Бхакти. И Шрила Вишаванатха Чакравархи Тракхуран показывает, что Киртан – он самая возвышенная Анга Бхакти. Поэтому мы должны делать Шрила Вишаванатха Чакравархи Тракхуран сказал, что Святое Имя, если кто-то… Нет, Святое Имя, оно не ограничено ничем. Вы можете повторять его где угодно. Если кто-то вам скажет, что это Святое Имя, вы можете повторять только в Индии или еще где-то, ни в других местах, нет, нет, это не так. Святое Имя можно повторять где угодно. В Индии, в Лондоне, в Америке, в любом месте, где вы не находитесь, повторяйте Святое Имя. И Кала, оно не ограничено Калой, оно не ограничено местом и Калой, временем. Писания могут сказать, только утром вы можете повторять Святое Имя, или днем, или вечером. Но Писания говорят, вы можете повторять в любое время, вы можете повторять Святое Имя, в любое время. И также говорят, что… Писания не говорят, что только когда вы чистый, вы можете повторять Святое Имя. Нет. Поэтому Махаправу сказал вот этот стих. Не думайте, что только тогда, когда вы чистый, вы можете повторять Святое Имя. А когда вы не чисты, вы не можете повторять Святое Имя. Это не так. В любом состоянии, в каком бы вы ни оказались, вы можете повторять Святое Имя. И даю себе пример Аджамилы. Аджамила? Аджамила? Когда он повторял это Святое Имя, каков было его положение? Ямадуты пришли. Ямадуты пришли, и он испражнялся от страха и писал. Тогда он повторил Святое Имя. И он был в нечистом состоянии. И когда вы повторяете это Святое Имя, даже в таком состоянии, ваш ум… Вау, а! Вы можете повторять Святое Имя, даже когда ваш ум беспокоен. Ямадуты, и они испугались. Мы хотели его забрать на Аскип. У него был беспокойный ум, и он повторил Святое Имя. И это Святое Имя можно повторять даже когда… И он даже не звал Господа в это время, он звал своего сына. И его сына звали Нарайан. Он был в нечистом состоянии, его ум был беспокоен, и он даже не звал Господа, он звал сына. Но когда он повторял Святое Имя, он звал своего сына, его ум был не сосредоточен, он беспокоен, он был в нечистом состоянии. Но когда он повторял Святое Имя, сразу же четыре Вишнадута появилось перед ними, и защитили его. Поэтому говорится, что «Стан, Кал, И, Патра, Патра». Писания не говорят, что вы можете… Только хинду могут повторять это имя, христиане не могут повторять, мусульмане не могут повторять. Нет, любой, любой может повторять это Святое Имя. Поэтому читание Махапрабу, Нитянан Прабу и Харидас Такура, они вышли, пошли в Джаганатмуре, и Махапрабу спросил у Харидас Такура, «О, Харидас, они хинду, хинду повторяют Святое Имя. Рама, Кришна, Говинда, Гопал, так или иначе, они повторяют это Святое Имя. Но мусульмане, они не повторяют. Но как они освободятся? А читание Махапраба сказал, «Не беспокойся». А Харидас Такура отвел. Нет, не беспокойся, Кришна очень милостив. Они едят мясо свиней. Они говорят, что мясо свиней — это Харам, Харам. Харам — это значит что-то нечистое, что-то, что вы отвергли, нехорошее, то, что вы должны избегать. Но, с другой стороны, это Намабхаз, потому что Харам. Харам, Харама. С одной стороны, это как бы то, что вы отвергаете, то, что вы пытаетесь избежать, но, с другой стороны, это Святое Имя Господа, Рама в этом месте. И таким образом, когда они произносят Харам, они также получают Намабхаз, Намабхаз повторяют, Святое Имя. И также, может быть, вы знаете эту историю, однажды Однажды Нарада спросил бизнесмена какого-то, «О, ты повторяешь Святое Имя?» Он сказал, «О, у меня нет времени повторять Святое Имя». «Целый день не можешь найти время?» «Да, я... У меня есть время, только когда я иду какать». «Вот есть время». Нарада сказал, «Ну, хорошо, когда ты идешь какать, повторяй Святое Имя». И он пошел какать и начал повторять «Шри Рам», «Шри Рам», «Шри Рам». Когда он начал повторять «Шри Рам», там, где имя Рамы присутствует, там же Хануман появляется. Когда он повторял Святое Имя Рама Хануман пришел, и он подумал, «О, мой духовный брат повторяет имя Моего Господа». Он видел этого бизнесмена, который собирает деньги, и сейчас он какает в нечистом состоянии, и вот тут вот повторяет именно Рамы. И Хануман очень разгневался, и как пнул его под зад. И он пнул его, но ничего не случилось, он просто ударился, ударился, и все. И потом он пришел позже к Раме, Рама отдыхал, он схватился за лотосный стоп, и Рама стал его массажировать, и Рама сказал, «Я чувствую такую боль». «А что случилось?» спросил Хануман. «Одна большая обезьяна пнула меня». «Что же это была обезьяна? Что же эта гадкая обезьяна, которая подула тебя?» И тогда Рама сказал, «И его имя Хадуван». «Я? Я тебя пнул? Когда это я пнул тебя?» «Где? Когда этот бизнесмен повторял свое имя? Я и мое имя, я не отличный. Мы одно. Когда ты его пнул, я там присутствовал. Почему? Потому что имя мое неотличное. Это вот ты пнул меня и мне. Я чувствую боль и подумал, о, прабу, я сделал оскорбление, пожалуйста. Я больше никогда так не буду делать. И здесь Вишнанатхе Чакарварти такое рассказывает, почему это святое имя, оно такое возвышенное. Потому что вы его можете повторять в любом состоянии, в любое время, любой человек, в любой ситуации вы можете повторять это святое имя, потому что святое имя, оно в колею Гуану, это только единственная возможность обрести верховную личность Господа. и невероятно и тихо и и гуану и и Субтитры создавал DimaTorzok